Микс-ньюс. Комнать исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели. И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Диагноз недели. В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами врач-психиатр и ведущий программы Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте, Ариэль. Здравствуйте. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Мы сегодня будем говорить о таком понятии, достаточно известном, как карго-культ. Это культ вещей, да? Да? Это культ товарных. Или как? Это правильно сформулировать. Наверное, это берет основу то племя, которое верило в божество. Это были американские самолеты, которые сбрасывали им продукты и так далее. Сейчас чуть поподробнее в этой истории расскажу, а потом поговорим, почему мы решили, что я решил ее сегодня упомянуть в нашей беседе. Карго-культы зародились еще в XIX веке, но полностью развернулись они на островах Меланезии во время Второй мировой войны. То есть, когда люди из племен, живущих практически в первобытной жизни или около того, вдруг столкнулись с волшебными вещами белых людей. Вдруг столкнулись с оружием, с одеждой, с едой, с самолетами, с совершенно загадочными для них предметами. И эти предметы, поскольку трудно было объяснить с точки зрения познания о мире человека, живущего простой природной жизнью, стали наделяться неким божественным значением, сакральным значением. Равно как и люди, которые их привносили. Люди получали какие-то, в регионах, какие-то пользы от этого. Там находились американские аэродромы, американские военные базы. И вот это все благоденствие продолжалось, пока война не закончилась. Военные собрали свои вещи, улетели и увезли все. И тут настало ощущение у жителей этих островов, что мы сначала были удостойны какой-то милости богов, духов. Но все это исчезло. То есть нас почему-то лишили своего благоволения. Что же делали? Это все надо как-то вернуть. Надо молиться. Надо не просто молиться. Надо выполнять некие ритуалы. И поскольку то, что происходило на аэродромах, было вне понимания этих людей, они решили, что надо делать все то, что делали загадочные белые люди, чтобы вернуть все, что им положили. Они начали делать макеты самолетов из веток и соломы. Они начали делать взлетные полосы. На которых расставляли эти макеты самолетов. Они начали на своем теле рисовать что-то очень похожее на американскую военную форму. Они начали, подражая американским военным, маршировать. То есть для них это тоже был некий ритуал, который должен был привлечь обратно милость духа и вернуть все эти волшебные вещи. Есть известная фотография. Вот меланозийское племя. Молодые крепкие парни. У них у всех на груди написано краской USA. Вместо вертовок у них палки. И они, построившись, как уровень положено, военным маршируют. И это все не просто марширование, не просто военная выучка. Это ритуал. Это богослужение. Были, насколько я понимаю, две теории в те времена у них. Одна, что это белые люди. Они любимцы духов. И поэтому они с набережными сакральными предметами, которые нещедро делятся самими туземцами. А вторая теория, более, как бы это сказать, национально-освободительная, о том, что на самом деле все эти предметы, духи посылали своим детям, этим племенам. Но коварные белые люди их по пути перехватили и присвоили. Поэтому, если правильно выполнять все ритуалы, то милость духов обязательно вернется. Были достаточно печальные события. Было, например, одно племя, которое решило, что надо проявить твердость в вере и все время молиться. Поэтому племя собралось вокруг бывшего аэродрома, место, где выбрасывались товары. Так племя маркировало ритуал. Они перестали работать. Они перестали пытаться что-то сажать, собирать и так далее. И это фактически их поставило на грани голодной смерти. Был момент, когда ученые, наблюдавшие за ними, заражившего карго-культа, решили им помогать едой. Потому что люди, представляете, рот начали голодать. Но выяснилось, что если едой им помогать, то они вообще перестают работать, отвыкают и знают, вот наши богослужения сработали. И мы получили не еду, мы знаем, что всё правильно. Поэтому пришлось принять непростое решение, оставить их на волю проведения. И какое-то время, поскольку они перестали дожидаться благоволения от духов, они, наконец, начали работать сами. Сейчас этих культов почти ничего не осталось. Остались какие-то редкие фрагменты. Почему я об этой теме заговорю? Потому что если мы присмотримся к нашей современной жизни, есть масса загадочных ритуалов, которые мы выполняем. Многие выполняют. Масса вещей, которые мы делаем, как некую, не очень понимаю, что мы делаем, как некую внешнюю форму, которую надо имитировать, надо подражать. И тогда мы получим свой результат. Наиболее близок к аргокульту, эпизод, который я слышал от одного своего пациента, достаточно обеспеченного человека, его секретарша ходила на какие-то курсы, где их учили, как стать богатыми. И сообщили, что один из способов, надо регулярно ездить, смотреть на богатые дома, на яхты, на дорогие машины. Если регулярно ездить, смотреть, любоваться всем этим и представлять, что всё это твоё, рано или поздно всё это появится в твоей жизни. 21 век. Ритуал, абсолютно имитирующий то, что происходило на Меланезийских островах в середине 20 века. Каргокульт в чистом виде. Согласитесь, Вадим. Но здесь ещё можно найти аналогии у отношения общества и государства, особенно на постсоветской территории, когда от государства ждут чего-то, выполняя определённые ритуалы и, соответственно, ожидая, что государство потом обеспечит всем необходимым. Или, по крайней мере, есть же такая мысль, что государство должно мне это то-то, то-то, то-то и то-то. Ну и, соответственно, концепция сильной руки, как мне кажется, косвенно, возможно, но, тем не менее, тоже относится к этому пресловутому каргокульту. Я думаю, что от государства ожидают кого-то не только на постсоветском пространстве. Здесь это выражено. Я думаю, это ожидает практически везде. Есть страны, где меньше социальной ответственности государства и больше свободы индивидуумов с америйскими, те же Соединённые Штаты Америки, где люди имеют возможность больше зарабатывать, но в то же время не настолько социально защищены. Я думаю, что очень много вы почитаете статус в прессе о чём угодно, об отношениях, о том, как надо стать богатым. Например, есть, по-моему, и в интернете, в журналах что-то типа 10 привычек богатых людей или 20 поступков, которые не совершают успешные люди. Попадались такие наверняка? Да, безусловно, потому что их очень много в книжных магазинах этих книг. Как стать богатым за 13 шагов, за 14 шагов и за 15 шагов? Это каждая история, это ритуал. Вот как туземец в Азийских островах смотрит на непонятные вещи, которые выделывают американские солдаты, и надо им подорожать, и ты тоже будешь богат и духи о тебе позаботятся. Здесь ровно та же история. Здесь ведь есть ритуал, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что люди, которые заработали состояние, они работали. Ну, кто-то, может быть, воровал, об этом тоже, наверное, можно говорить, но, тем не менее, если мы говорим западную цивилизацию, это бизнес в основном, люди, которые работали и зарабатывали свои деньги. А с другой стороны, мы наблюдаем, что работа тоже в какой-то степени, ведь ее можно назвать ритуалом. Но здесь какой-то облегченный вариант, получается, срабатывает. Делай, как он, или, по крайней мере, делай, как тебе кажется, как делает он, или она, и, соответственно, станешь богат. Я бы думал, что работа все-таки обычно работа не ритуал. Работа, знаете, достаточно осмысленная. Наверное, есть несчастные люди, у которых эта работа тяжелый ритуал, который должен выполнять, ожидая милости духа. Мне кажется, духи не очень любят тех, кто работу выполняет как ритуал. Или они им не посылают никаких материальных благ, или посылают, но за это приходится расплачиваться депрессией, зависимостью и тому подобным вещами. Кстати, о версии того, что духи послали нам все эти блага, но коварные белые люди их забрали. Очень популярная нынче теория у молодежных организаций левых взглядов на Западе, что все деньги в мире забрали себе старые белые люди. Все эти сотни миллиардов принадлежат к нему. И это нечестно. Так не должно быть. Деньги должны быть наши. Надо деньги просто забрать и поделить. То, что мы когда-то уже проходили. И ничем хорошим не было. Но это тоже ритуальная история. Какие-то высшие силы неправильно распределили материальные блага. Мы должны вернуть все это себе. Но ведь конспирологическая теория тогда, получается, стоит во главе карагакульта в какой-то степени. Потому что вот вы упомянули концепцию молодежных левых движений, но очень много это можно услышать вообще в разных движениях, организациях, группах на Фейсбуке о несправедливости распределения мировых ресурсов. Да, это тоже носит характер достаточно нерациональный. Это носит характер несправедливости неких высших сил. И это надо всеми силами стараться исправить. Но это потому, что мне не досталось. Непонятно. Что, простите? Ну, концепция это несправедливости заключается в том, что это не досталось мне, то есть конкретному индивиду, иначе это было бы справедливо. Да, ощущение, что духи, судьба, по идее, должны заботиться обо мне. Но сказать, что это лично мне одному, это всё сложно. Я, это одиночка, кто-то тебя выскочкой назовёт, спросит, что лично ты для этого сделал. А вот мы, мы целое поколение, мы целая социальная группа, мы жертвы несправедливости. Наверное, полетят камни, но то, что сейчас происходит с чернокурим населением в Америке, как-то очень перекликается, мне кажется. А какие здесь аналогии можно найти с Каргокульт? А здесь тоже есть, мы жертвы несправедливости вековой, поэтому справедливость к нам всё вернут. Это не важно, что нам отдадут имущество ограбившего белые люди, или есть популярная теория, что за годы рабства нам должны выпукнуть компенсацию, хотя рабство было у наших прапрадедов, но компенсация должна быть на мысль сейчас. Или это мысль о том, что белоритурно выполнить свои ритуалы, например, массово встать на колени. Это тоже очень ритуальная вещь, коленопреклонение. Это коллективное признание вины, коллективная попытка искупления вины. И здесь тоже в обществе люди не очень погружаются в суть происходящего, как мне кажется. Главное, вы виноваты, а мы же должны быть исполнены определённые ритуалы, чтобы нам вернуть то, что нам положено. Но ритуалы ведь упрощают ситуацию, правильно я понимаю, что они её упрощают и делают неосмысленной в какой-то степени? Ритуал то, что надо исполнить. Есть ритуалы многовековые, регионные, те других организаций, есть ритуалы свежепоявляющиеся. Вот история с коленопреклонёнными белыми людьми, мне кажется, это очень откровенное ритуальное действие недавно появилось, свежевыработанное. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. Я немножко отвлеку вас от ритуалов. У меня такое чёткое убеждение, может, вы тоже с этим согласитесь, что мы просто живём в системе, которая несправедлива изначально. Я не говорю о советских временах или о социализме, а именно о капиталистической системе, к которой мы пришли. В чём она заключается? Вот я, грубо выражаясь, забиваю гвоздь, с этого гвоздя я плачу налоги. Дальше значит наше министерство, вернее, наш премьер-министр с командой берёт и вкачивает мои налоги в авиакомпанию, где сидит человек, да, нанятый, и получает миллионную заработную плату с моего гвоздя. В общем, суть вопроса, понимаете? Да, спасибо вам, Олег. Аэрбалтик, видимо, имел в виду. Наверное. Насчёт системы, кстати, очень интересно, что ли, кто упомянул, потому что один из лозунгов молодёжных протестных движений «разрушим систему». Мы все жертвы системы и все под понятием «система» подразумевают своё. Система — это что-то, что у нас отбирает нечто, что, по идее, принадлежит нам. Беда в том, что система рушится, мы получаем ситуацию 1917 года, французских эволюций и так далее. Вот как будет выглядеть осколки разрушенной системы, которые летят до нас? Вообще, что такое эта система? Это отдельный вопрос. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, встретимся после небольшого перерыва. Программа «Диагноз недели» на связи врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. На прямой связи с нами ведущий программы врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Причём вторую часть программы. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Да, Ларис. Вы знаете, мне кажется, что у нас сейчас есть сплошной ритуал. Вот рождается ребёнок. Мальчик с голубым, девочка в розовом. Потом вот свадьбы тоже в каждой стране, в каждом городе. А без окна гунишный вес или к какому-то памятнику сходить, или на какой-то мост, или ещё что-то такое. Влюблённые замки вешаются на мосты. Отчего мост я не помню, где развалился. То есть у нас буквально чуть не от рождения вся жизнь в ритуалах даже вроде бы у цивилизованных людей. Спасибо. Да, спасибо. Лариса. Я думаю, что в традициях и ритуалах ничего плохого нет. По большому счёту. Ну, например, как мы знаем, конфуцианство основано на том, одно из главных положений конфуции – общество держит на соблюдении ритуалов правильных. Если человек соблюдает, исполняет важные ритуалы, это залог стабильности общества. Поэтому и потом они все меняются. Мы прекрасно можем вспомнить ряд ритуалов, которые уже отпали, ряд, которые создаются прямо сейчас. Мне кажется, если мы задумаемся, что такое карго-культ? Это некое слепое подражание в форме, полностью не понимая содержания или игнорируя его. Ну, мне кажется, у нас примеров карго-культов – это такая нынче давно уже модная поверхностная эзотерика. Выполняя разные ритуалы, например, не ешь мясо и просветлишься. То есть почему ты не ешься? Где-то там в Индии просветленные люди или буддийские монахи, они вегетарианцы и мясо не едят. И ты не ешь и достигнешь схожего результата. И вопрос не в том, что ни едение мяса вегетарианство ни основное, чему не занимает. Но как только ты начинаешь ему в этом подражать, ты тоже становишься чем-то похожим. Точно так же копируются загадочные ритуалы, изобретаются новые ритуалы. Я думаю, что вот эта псевдодуховность, имитация духовности — это типичный каргокульт. Ты можешь носить чёткие, ты можешь произносить загадочные мантры на неизвестном тебе языке, ты можешь выполнять какие-то обряды, не очень понимая их смысл. И таким образом ты добьёшься милости духов, милости богов, природы, чего угодно. Я вот недавно слышал человека, который сам провозглашённо называет себя просветлённым, и когда ему задавали вопрос, а как это проявляется, он говорит, я не могу это объяснить, потому что это не имеет смысла, и вы этого не поймёте. Но мне кажется, это такая хорошая или не очень хорошая попытка уйти от ответа, потому что сам в общем-то не понимает, что с тобой происходит и что это является. Можно ли в связи с этим вопрос, который у меня возник, разделить ритуалы на позитивные и негативные, на хорошие и плохие, если сказать так просто и простым языком? Позитивные и негативные с какой точки зрения? А с точки зрения того, полезны они или вредны? Потому что ведь ритуалы, которые мы соблюдаем, вот Лариса упомянула свадебный ритуал, можно, наверное, говорить о похоронах, как о ритуале, который приходится людям проходить, когда мы хороним кого-то из знакомых или близких людей, мы ведь тоже соблюдаем определённые ритуалы. Я думаю, что отношение к ритуалу во многом зависит от того, кто на него смотрит и где он применяется. Я думаю, что один и тот же ритуал может быть и позитивным, и негативным. Ну, например, есть люди, для которых молитва структурировать дает какое-то душевное спокойствие и так далее. Наверное, есть люди, в которых молитва подменяет собой некое действие. Есть люди, которые, я встречал таких на своём приёме, есть дети из религиозных семей, где религия их учила любви, заботе о ближнем и так далее, и так далее. И были дети, где были семьи, где дети просто становились объектом истязания. Их морили постами, голодом, их заставляли вечно каяться, их водили экзорсистом, видоводили до страшного состояния. То есть вот пример того, что ритуал один и тот же может использоваться с совершенно противоположными целями и результатами. Ну ритуал как основа стабильности, потому что, опять же, то ли в шутку, то ли всерьёз от некоторых, да даже многих людей можно услышать о том, что я не выхожу из дома, не осуществив свой утренний ритуал. Он может быть разным, например, кому-то нужно выпить чашку кофе, кому-то там ещё что-то сделать, но тем не менее, наверное, это тоже можно назвать определённым ритуалом. И он ставит основу дня, такой фундамент дня, что если что-то нарушено в этой цепочке, то может что-то пойти не так психологически. Нет, у нас у всех есть свои большие и малые ритуалы, свои большие и малые привычки. И в общем-то в этом ничего вредного нет, хотя когда люди начинают говорить на любимую тему выйти из зоны комфорта и не жить однообразно, есть рекомендации типа измените ритуал, перестаньте пить кофе по утрам, или ездите на работу другим маршрутом, или ещё что-нибудь. То есть разрушить систему ритуалов для более свежего непосредственного восприятия этого мира. Есть и такая теория, возможно кому-то помогает. Но общественно, если мы говорим о массах, вот мы начали с каргокульта и продолжаем эту тему, ведь если анализировать мысли и действия целых народов, потому что ведь ритуальные вещи можно увидеть на таком массовом примере, например, ритуал, связанный с ощущением себя жертвы и культивированием этого ощущения, тоже это ритуал в какой-то степени, но это же такие ментальные вещи. Я думаю, что ощущение себя жертвы это же не ритуал, это такая... Ну смотрите, если человек жертва, значит есть и палач. И то же самое можно сказать и в отношении как отдельных людей, так и целых групп населения или народов, которые на какое-то время считают себя жертвами и ищут палача. То есть, в общем-то, поиск виноватого давно известна народному забаву. Но это ритуал? Поиск виноватого бывает разный. Есть поиск виноватого для того, чтобы оправдать собственные неудачи, есть поиск виноватого для того, чтобы предъявить ему иск и заставить искупать свою вину. Есть поиск виноватого для того, чтобы оправдать свое бедственное положение, что поделаешь, кругом заговор, и поэтому мы такие. Но тем не менее, поиск виноватого тоже может превратиться в ритуал, в такое ритуальное действие? Когда виноватый ты не так и нужен, на самом деле, а нужен процесс. Ну, думаю, опять мы можем вспомнить события 1937 года и так далее в Советском Союзе. Мы можем вспомнить охоту на ведьм при Соединенных Штатах, при сенаторе Маккартии. Можем вспомнить настоящие охоты на ведьм, которые тоже принесли немало вреда. Все это вспоминается. Да, поэтому ритуалы появляются и поиск виноватых на каком-то этапе обязательная часть человеческой истории. Я думаю, что будет возобновляться снова и с том, что нет более мощного инструмента для манипуляции мнением, голосами избирателей и так далее, чем чувство вины, которое можно или пробудить в ком-то, или наоборот переложить на кого-то, дабы почувствовать себя несправедливо и обиженным. Но это вине и власть. Да, мы хотели сказать, что... Нет, я как раз слушал вас сейчас. Если возвращаться к тому, что мы называем каргокультом, то есть воплощению каких-то формальных действий, когда теряется суть, ну, например, есть множество статей и руководств о том, что такое близость. и там даже указывается, сколько раз за день нужно обнять своего ребенка или сколько раз за день нужно обнять своего партнера, сколько раз нужно сказать ему, что ты его любишь и прочие какие-то ритуалы. Ну, например, надо на холодильнике оставлять записочку с надписью какой-нибудь милый и провоцировать. Есть семьи и пары, у которых это наполнено смыслом, любовью и нежностью. Есть отношения, где все это делается потому, что надо, потому, что так положено. Ну, или, например, очень распространенная история, вот как мы говорили о десятни привычках богатых людей, когда люди садятся и говорят, давай озвучивали, вспомни три момента, когда нам с тобой было хорошо или пять моментов, когда ты чувствовал или чувствовал от меня нежность. И тут тоже превращается искреннее чувство, искренняя нежность превращается в некий правильный псевдопсихологический ритуал. Вот мы его сейчас исполним и сольёмся в некой близости загадочной. Наверное, близость такими примитивными техниками не достигается. Точно так же, как ребёнок, ну, часто ребёнка надо обнимать, ребёнку нужно покупать игрушки, ребёнка нужно вовремя кормить и так далее, и так далее. И опять есть большая разница, когда все эти действия наполнены искренней любовью, но все эти действия это некий ритуал для того, чтобы быть хорошим родителям в кого-то. И самое печальное то, что дети не всегда понимают, но всегда ощущают, что что-то не так. Они, поскольку дети не всегда могут сказать, что мои родители выполняют некий ритуал совершенно бездушно. Они просто делают, они просто чувствуют, что вроде все правильно, вот как в том анекдоте про елочные игрушки поддельные, которые такие же как в детстве, но не радуются. Вот здесь ровно та же история. Вроде все положено, как было когда-то, и объятия, и поцелуи, и я тебя люблю, и я тобой горжусь, ты у меня умница. Но это все выполняется как некий обряд, который надо от барабаней сделать и пойти по своим делам. И что дети, что взрослые люди на чисто интуитивном уровне, прекрасно различают, где они получают любовь и нежность, а где они получают некоторые обрядовые действия, которые давно уже не всякого смысла. Что-то типа битья в бубене. Но на ваш взгляд все-таки это всегда рационально, когда человек переходит к категории ритуала, вот в той ситуации, о которой вы говорите, или он может этого не осознавать до конца, то есть он соблюдает некий ритуал, пытаясь таким образом показать или продемонстрировать, или создать иллюзию в конце концов, любви, но он до конца не понимает, что ее нет. А ритуал есть. Я думаю, что это скорее может происходить в каких-нибудь парах в отношениях, где у людей в общем-то любовь давно исчезла, но люди искренне осволяют ритуал, целуют друга на прощание, говорят и по-хорошие слова, и так далее, и так далее. Но все это не наполнено смыслом. Наверное, люди, которые пытаются быть хорошими родителями своим детям, выполняя, опять же, ритуалы, я думаю, что они искренне верят, что они любят и заботятся. Почему им трудно любить по-настоящему, и почему подлинные чувства меняются ритуальными действиями, тот самый карго-культ форма вытесняет вытесняет вытесненное содержание, наверное, это требует усилий и осознания. Почему же со мной такое происходит? Здесь возникает вопрос, а что лучше для ребёнка или для человека, который рядом, если тот самый родитель пытается, по крайней мере, выполнять ритуал, или он прямо скажет, что потерял, охладел, потерял всякие чувства и так далее, и тому подобное? Мне трудно представить себе родителя, который скажет ребёнку, извини, я к тебе потерял всякие чувства. Я думаю, что на осознанном уровне мало кто это может сказать. Была история с турецким футболистом, который сказал, что он никогда не любил своего сына и задушил его. Но это такая, конечно, история. Шокирующая единичная. психической патологии, скорее всего. Это не история об отношениях. Скорее всего, это очень редкое, к счастью, исключение. Но обычно люди любят так, как умеют. Вот это понятие любви они носят с собственного детства. И если в детстве не было примера, за что ухватиться, где то самое тепло, очень заботы, близости, но люди понимают, что в детстве было не так. Они читают книжки по психологии, читают книжки по воспитанию детей, и они находят, да, обними, поцелуй, скажи уместно и так далее, и так далее. Но наполнению этого научиться трудно. Скорее всего, можно попытаться прочувствовать себя и понять, чего ты был лишён. Тогда можно попытаться ощутить, что же такое настоящее чувство к собственному ребёнку, да и не только к ребёнку. У нас звонок к радиослушателю на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Знаете, это опять я, извините. У меня вопрос. Если человека заставить изменить его ритуальные привычки, это не может привести к психическому расстройству? Спасибо. Спасибо вам. Ну, что такое заставить, Лариса? Бить его палкой? Вряд ли. Ну, известные истории, когда на протяжении самых разных в разные времена людям запрещали исповедовать их веру, им запрещали молиться. Но всё, они молились где-то. Наверное, запретить ритуал трудно, а вот ли человек ритуал посеять со мной его эффективности возможно. Не знаю, приведёт ли это к психическому расстройству, но возможно, если человек осознаёт, что оказывается и без этого ритуала я могу жить, он начинает искать ему какую-то замену. То есть, люди, по идее, должны быть адаптивны, если какой-то ритуал не изымают, они заменят его другим ритуалом или начнут пытаться действовать более осознанно, более осмысленно, не создавая ритуалов. 6.7212-12-93.9 и 6.7213-93.9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите ватсап 2-3-0-6-1-9-1. У нас несколько минут остаётся до конца эфира. Говорим мы сегодня о каркокульте и о ритуалах. И у нас на прямой связи врач-психиатр Ариэль Резник Март. Ну и традиционный вопрос, который я обычно задаю под заново из программы, когда следует задуматься о том, что что-то не так. То есть, где та грань, которая, ну, скажем так, указывает на то, что у человека могут быть проблемы с соблюдением каких-либо ритуалов? Я думаю, что когда человек исполняет ненаполненные мыслом ритуалы, рано или поздно должен настигнуть и ощущение пустоты, и ощущение бессмысленности того, что он делает. и это касается отношений, это касается каких-то религиозных или эзотерических обрядов, которые люди выполняют, выполняют, а им как-то живётся всё более пусто. Это касается того, о чём мы говорили, когда ты пытаешься исправить твоё материальное положение, исполняя загадочные обряды, любое с чужими яхтами и машинами. То есть рано или поздно ты понимаешь, что в твоей жизни есть странная диссонанс, ты делаешь одни и те же действия, а результаты они не приносят. Ты выполняешь ритуалы, а тебе пусто. То есть это ритуалы религиозных людей, истинные, искренне религиозных, наполняют их жизнь смыслом и дают какую-то основу. Пустой ритуал всегда тебя разочарует и приведёт к ощущению бессмысленности бытия. И вот я думаю, когда ты вроде делаешь всё как положено, неважно, молишься, или медитируешь, или мясо не ешь, или ритуально обнимаешь своих детей и желаешь им доброго утра, или ритуально чмокаешь в чеку своего партнёра перед уходом, а при этом тебе по-прежнему как-то пусто и нерадостно и тем, кто рядом с тобой, нерадостно, значит, возможно, в твоей жизни поселился карго-культ, и ты являешься его преданным сторонником. Только очевидно, когда-то, вот как тогда, улетели американские военные с Меломедийских островов, и рано или поздно ты не можешь себя больше открывать, что это закончилось, что духи ушли, что загадочные дары ушли, и надо начинать что-то делать заново с чистого листа. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу, это была программа «Диагноз недели». Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов на следующей неделе, мы надеемся, уже появится в нашей студии. Правительство отменяет режим чрезвычайной ситуации, и наши ведущие программы будут возвращаться уже из удалённого режима в нашу реальную жизнь. Спасибо, Ариэль.